всем привет сегодня мы делаем бонфуд по-криотски для этого надо купить ножки каких-нибудь птиц вот я взял пятерочки купил такие ножки сделать надрезы по ножке видите но здесь вот далековато конечно и просто такие надрезы по ножке делаю то есть как бы до кости вот режем спокойненько прям до кости и ноги ну вот мы нарезали 10 штучек у нас получилось то есть надрез мясо до кости видео ножка в порядок рабочее место после этого помещаем наши прекрасные копыта в кастрюлю просто тут очень сложно поместили сейчас нальем водички вот обмоем помоем их немножко чтобы они были все время ничего помыли ну сейчас мы будем их варить и что хорошо что когда мы сварим вот эти вот места все можно будет отделить подожди газ и у нас остается еще продукт очень хороший наваристый бульончик который можно использовать по назначению для приготовления чего хочешь супов там не знаю их нибудь горячих блюд поэтому ставим все пусть они медленной скоростью кипят вот пока они все это будет готовится и будет кипеть мы сейчас приступим другому варианту мы приступим к некой засыпки которую мы сделаем к нашим ногам нашим копытам вот уже кипит как видите все нормально эту пенку мы сбросим чтобы не было так некрасиво сейчас мы приготовим место для запекания наших копыт вот сделали фольгу сделать такую лодочку для того чтобы жир не вытекал да и температура там было нормально когда готовишь вот такая штука получилась у нас вот в это время кипят копыта просто кипят кипят практически в реальном время все показывают берем черного перца душистого у меня такая ступичка соль называется зимушка ну можно и не зимушка в общем тут в общем тут что хочешь туда и любую соль можно кинуть вот и сейчас помню этот перчик потому что одно дело перец уже готовый а другой перец все таки он будет своей рукой умят раздолбан грубо говоря и получается такими на эти мелкие ну все прекрасно понимаю не пылью а нормальными кусками перечными совсем по-другому совсем другой вкус вот сейчас мы туда добавим немножко приправы карри карри как правило всегда добавляют когда готовят курицу сейчас все это вместе сделаем вот вместе с перцем солью карри 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 создает определенный вкус и цвет да цвет у курицы получается несколько такой желтоватый ну нам цвет то собственно говоря на боя готовность не влияет нам самое главное чтобы был вкус мы сделали эту штучку эту приправку а здесь уже у нас готовы наши копыта где-то я так думаю после кипячения минут 10-12 мы все это поварили после этого вынимаем наши копыта вот видите получается как бы такой кусочек мяса на ножки после этого мы это все еще ликвиднем ту часть который ближе к копыту вообще получится на ножке хочется кусок мяса очень здорово ну во всех случае красиво чего необычного конечно в этом нету но одно дело есть просто курица другую есть все-таки курица какую-то как красивую как-то сделано по-другому как-то разнообразие даже нашу копытную жизнь вот такие у нас получились копыта копыта вот сейчас мы ставим их под холодную воду зачем под холодную воду для того чтобы быстрее отделилась то мясо да и чтобы не горячего работать с продуктом сейчас холодной водички отдадим все все у нас все обдается все шикарно все отлично все идет по плану все по плану отлично мне приходится снимать одной рукой другой рукой сделать это очень тяжело там да на столе у меня на стоечке ставила камера вот ну что вот продукт сейчас мы отделяем верхнюю часть отделяем раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз и получилась такая вот штучка одновременно мы берем салфеточку и кидываем нашу смесь берем бекон вот это бекон не совсем удачный к к сожалению лучше брать бекон такой длинный это коротко коротковатый бекон он широкий но коротковатый берем в этот бекон сначала нашу приправу после этого берем нашу курочку наш копыта наш бонбон и закалываем обыкновенной спичкой или палочкой для проверяния в зубах желательно с двух сторон так как бы лучше она держалась вот вот получается такая штучка то есть кусок мяса и такая штучка зачем нужно это обертка для курицы для того чтобы она была не такая суховато бекон то выпить жир естественно пропитается и естественно будет мясо жирком вот такой будет достаточно сочно также кстати делают очень неплохо и к лосось даже ничего вот помазали по нашим растаури карри соль и перец закололи такая штучка . получается разваливается потому что но не такой консистенции когда вот был венгерский помните в таких красных пакетах был другой вот 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 Ну вот, все, мы сделали наши бонбоновские ножички. Положили их на приготовленную заранее фольгу. Фольгу смочили подсолнечным маслом. Ну, можно не смочить, ну, я бы смочил, потому что бы оно не прилипало, так все это дело. Вот, посыпали перцем этот перец, за счет того, что он так размельчен достаточно крупно, он будет давать некую подушечку, которая внутри, между прослойкой, между ветчиной и курицей. Она достаточно такая остренькая штучка получается, очень, ну, не знаю, вот мне нравится, очень достаточно вкусная такая штука. Ну вот, у нас есть продукт. После этого мы на наш продукт кидаем накладочку такую тоже, железненькую, то бишь из фольги прикладываем. Получается у нас такой пакетик. Этот пакетик закрываем. А зачем? Для того, чтобы быстрее это делать, потому что время приготовления, ну, учитывая то, что мы где-то 10-15 минут у нас поварилось, в духовке при максимальной температуре, ну, минут надо 20, чтобы не пересушить. Все, кидаем в духовку, поджигаем. Все уже готово. И все, пусть она готовится, пока делаем какой-то гарнирчик. Вот, ну, что здесь, что хочешь, гарнир любой. Вот в результате получились вот такие штучки, вы уже вытащили, красивые достаточно. Палочки с мясом, вот, я сделал картошку обыкновенной в пакетах. Все, на стол, в салат, и все готово. Все, всем пока, всем привет, до свидания, приятного аппетита, бай-бай.